Жажда, постоянное ощущение голода, слабость, рвота. Данный ряд перечисленных признаков зачастую является началом хронического эндокринного заболевания сахарного диабета. На сегодняшний день выпущено множество статей и рекомендаций о мерах предосторожности во избежание риска появления этого диагноза. Несмотря на это, рост заболеваемости непрерывно растет во всем мире, в том числе и в нашем городе. Рост заболеваемости растет в сравнении с прошлым годом. Мы проводим ежегодный анализ пациентов, и эта цифра каждый год уже выше 100, просто плюс-минус 5-10 пациентов. За прошлый год у нас взяли порядка 160 пациентов именно на учет со вторым типом диабета, впервые диагностированным. По словам врача-эндокринолога, сахарный диабет первого типа – это генетическая предрасположенность, которая превращает человека в инсулинозависимого. А при диагнозе второго типа наблюдается лишь уменьшение чувствительности тканей организма человека к инсулину. Но при всем при этом он не вызывает инсулинозависимость. На данный период людей с диабетом первого типа в разы меньше. Но среди этого небольшого количества – довольно высокий процент детей. Предрасположенность у детей нужно подразумевать, если в семье есть сахарный диабет, особенно сахарный диабет первого типа. Там у родителей, у бабушек, дедушек, потому что так как заболевание аутоиммуна, оно не имеет, конечно, прямой наследственности, то есть не обязательно, что у ребенка будет, но это предрасположенность. Есть специальный анализ на антитела, которые мы смотрим детям, в семьях которых там у родителей, например, сахарный диабет. Первые признаки заболевания у детей – это потеря веса, частое мочеиспускание и жажда. Зачастую родители не сразу замечают изменения в поведении организма ребенка, так как процесс достаточно длительный, а симптомы долгое время могут быть скрытыми. Также врач отмечает, что в последние годы среди диабетиков второго типа на удивление появились и дети, хотя ранее он наблюдался исключительно у взрослых. Это связано с тем, что тоже бывает избыточная масса тела, ожирение, то есть развивается инсулинорезистентность, отсутствует чувствительность к инсулину и вот такой механизм тоже развития. То есть это то, на что нужно обратить внимание как раз в современном обществе, когда мы раньше это было, наверное, ну такой казуистикой, что второй тип диабета развивается там у детей или у подростков. Сейчас это встречается уже чаще. Отметим, что такой резкий скачок данной заболеваемости также связан с пандемией коронавирусной инфекции, которая ускорила процесс развития болезни в организме у человека. Мы диагностировали много именно пациентов во время коронавирусной инфекции, когда они находились на лечении в стационаре. После перенесенной, то есть к нам приходили пациенты, и мы уже уточняя тоже после чего возникли симптомы, или когда впервые был анализ проведенный, повышенный сахар получен после коронавирусной инфекции. То есть, к сожалению, это заболевание тоже повлияло на рост пациентов с сахарным диабетом. Врач-эндокринолог Милана Ибрагимова советует при малейших признаках обращаться к врачу и сдать биохимический анализ крови, дабы обезопасить себя.